...на своих ракетах Атлас и Антарес. Интересно, что сегодня на большом конкурсе для школьников зашла речь о таких высоких технологиях, какие учебные программы пока не предусмотрены. Оказывается, думать о ядерной медицине никогда не рано. Впрочем, в разговоре о технологиях будущего нашлось место и крутым парням с Кавказа, и песни, которые очень растрогала главу государства. Всё покажет Виктор Синёк. Вместо встречи с президентом – Артек-арена, на которую финалисты пришли заранее и сначала размяли связки. Смысл разминки стал понятен, когда на экране появился президент. Вы меня видите, слышите? Отлично. Финалисты конкурса «Большая перемена» приветствуют Владимира Путина максимально громко и энергично. Но разве можно было от них ожидать чего-то другого? Эта энергия не готова менять многое. А вот Даниил Шабанов из Дагестана запнулся, задавая вопрос. Помог президент и реакция зала. Я из Махачкалинской гимназии номер 28, Республика Дагестан. Хочу поблагодарить всех. Я очень волнуюсь. Даниил, ты можешь уже не волноваться. У тебя сегодня день рождения. Всё, что ты сделаешь, чего бы ты ни сказал, всё на пользу. Вот ты сказал о том, что познакомился здесь с крутыми парнями. На Кавказе много крутых парней. И наверняка ты будешь одним из них. Желаю тебе удачи. Получить личное поздравление от президента страны – лишь одна из тех амбициозных целей, которую удалось воплотить в жизни участников конкурса «Большая перемена». Таких бесконечное множество. Миллион старшеклассников подали заявки и 1200 человек дошли до финала. Они планируют строить заводы, изобретают часть. Работали волонтёрами во время самоизоляции. Некоторые попали даже в экспедицию на ледокол. Знаний и энергии у них много. И сегодня всё это било через край. И я уверена, что многие ребята как раз таки так же, как и я, чувствуют то же самое. Ой, прости, пожалуйста. На первом этапе нам дали задание придумать концепцию неинвазивного метода измерения глюкозы. Я тогда подумала, что да, я попала туда. Лена, как вы измерили глюкозу? Скажите два слова, скажите хоть об этом. Поедали пирожные, конфеты. Какие ваши планы после школы? Я планирую связать свою жизнь с ядерной медициной. Это направление у нас всегда было хорошо развито, представлено. У нас есть планы по развитию ядерной медицины. Первая атомная электростанция – это ведь тоже результат, который был достигнут в нашей стране. Медицина становится очень устала уже и всё более и более становится высокотехнологичной сферой. Но вот это ярчайший пример высоких технологий в медицине. Это очень интересно. Я желаю вам успехов. Ядерную медицину Елена из Волгодонской обещает поднять на новый уровень, хотя ещё недавно, признаётся, о физике не думала совсем. Я 10 лет училась в музыкальной школе, а в итоге потом у меня резко что-то перещелкнуло в голове, и я решила заниматься физикой. Но потом, да, потом меня стала интересовать ещё и медицина, и я начала искать направление, в котором это всё будет вот так связано. Здесь, в Апфе, всё очень творчески. И за три дня, например, умудрились отрепетировать и поставить мюзикл к открытию. Вот и во время встречи с президентом Елизавета Долженкова из Благовещенска призналась, что поёт. У вас в руках микрофон. Мы вас все очень хорошо слышим. Можете нам чуть-чуть спеть? Ну, чуть-чуть. Если бы вы были рядом, я бы, чтобы вас обнял и расцеловал. Они всего лишь старшеклассники, но уже работают на самом высоком уровне. Даже финал в Артеке устроен так, что у детей нет свободного времени. Здесь всё по-взрослому. Максимально размытая тема проекта – волонтёрство будущего. Одинаковые для всех команд. Набор инвентаря, карандаши, пластилин, доски, бумага, ручки и так далее. Но главное – дедлайн. Нужно всё придумать, сформулировать и потом защитить в определённый срок. Ну и призы здесь взрослые. Победители получат деньги до миллиона рублей, которых хватит на образование в любом вузе страны. И не только им. Президент сегодня предложил сделать большую перемену ежегодной. Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни, были талантливы. Считаю, что конкурс должен стать ежегодным. И те ребята, кто не войдёт в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена» в будущем. В будущем выпускники этого первого конкурса смогут стать наставниками новых молодых участников. Виктор Синеок, Кирилл Пекторинский, Сюзанна Аветисян. «Известия» специально для РЕН-ТВ. Ещё одна площадка объединила сегодня инициативных и неравнодушных. В Москве открыли форум сообществ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова